МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я понимаю, что там прививать начнут медиков, детей, образования, госслужащих. Но это не говорит о том, что вакцина пока до конца, она еще не пробирана так, что мы не знаем, на какой длительный срок будет этот иммунитет действовать. Для этих категорий граждан вакцина будет бесплатной. Это правило распространяется на работников транспорта, студентов, пожилых людей и призывников. Для остальных ценовой ценз начнется от 450 рублей. Мы хотим также обратиться к работодателям, чтобы они проявили свою ответственность. И те сотрудники, их организации, которые не относятся к этим группам риска, которые я назвала, то они, получается, не подлежат прививкам за счет федеральной вакцины. Поэтому мы призываем всех работодателей проявить сознательность и закупить вакцину против гриппа для своих сотрудников. Из федерального центра привезут 166 тысяч взрослых вакцин и 67 тысяч детских. Стоит отметить, что детские не содержат консервантов. По подсчетам сотрудников Роспотребнадзора, в Ульяновской области должны быть привиты 680 тысяч людей. В этом году вирусы будут идентичны тем же, что и были в 2019-м. Но стоит учитывать и генные мутации некоторых штаммов. В этом году также остается H1N1 в девятых штаммах. И B в прошлом году было Конго, в этом году Пукет. И H3N2. То есть, но все равно компоненты меняются. За последнюю неделю в Ульяновской области зарегистрировано 4297 случаев ОРВИ. На первом месте по заболеваемости город Ульяновск. Но есть и чистые муниципалитеты. Ни одного случая ОРВИ не наблюдается в Кузоватовском и Николаевском районах. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.